вот так выглядит плюс 42 с искусственной облачностью то есть то что нам рисуют дожди это низкая облачность видите допустим вот все что раньше просматривалось вот там все крутые отели на пальме их вообще не видно то есть за счет низкой облачности они добиваются того чтобы солнце рассеивалось солнечные влочи рассеивались и все не сгорало он даже колесо представьте стоячий воздух сильнейшая влажность в принципе знаете так дышать по сути дела нечем жителям нравится туристам нравится туристический сезон чуть-чуть продолжается наши туристы прилетают то что здесь сейчас достаточно дешево не знаю как с отелями вчера я посмотрел отели бы мне показались дорогими но тем не менее есть ну и плюс вся зеленуха жива ничего не горит комфортно это вообще нехотянеет отеля дом м Доброе утро. Рани сегодня утром. Время полвосьмого. Я уже проснулся, готов идти позагорать на бассейне. Начнем с завтрака. Завтрак стандартный. Стакан воды или два стакана воды для того, чтобы завести организм, смыть все, что там накопилось за ночь. Йогурт, кофе. В принципе, всего достаточно. Следующий завтрак будет в 11. Если бы я был на работе, ну, я бы на работе завтракал. Завтракать с утра не могу, в отличие от некоторых членов своей семьи, которые сразу имеют плотный-плотный утренний завтрак. Нет, это вообще не про меня. А еще только сегодня припомнил, какая прелесть иметь зал, да и вообще все, что необходимо в доме. Если бы в наших жилых комплексах это было повсеместно, я думаю, это было бы очень хорошо для населения. Дать любому человеку, знаете, там для меня скатиться 50 этажей вниз и оказаться в зале, это великолепно. То есть, не важно, произойдет это 15 минут или час, значит, отлично. Ну, вот единственное, как бы, ну, даже у нас крупный застройщик, он предпочитает все продать и больше этим гиммором не заниматься. Хотя, ну, не знаю, это всего лишь отношение к людям. Потому что таких крупных, ну, конечно, элитных жилых комплексов, как Новая Звезда на Первом Зачатевском, вообще во многих на Первом Зачатевском, на Усачево в Дунстрое, ну, естественно, в Монолите, на Косыгина. Везде есть спортивные залы, везде есть бассейны. Где-то единственное, это свой зал от застройщика, что, в принципе, не очень дорогое будет. Ну, либо, допустим, в Новой Звезде, это, по-моему, у нас кто-то из ведущих, не X-Fit, но кто-то из ведущих фитнес-сетей. Это было бы хорошо. Ну, так вот, я наслаждаюсь тем, что хорошо. Ехать никуда не надо, сумкой тащиться не надо, после работы, доработаю, вместо работы. Хорошо. Вот. Это бугнешь просто с утра, бугнешь. Я буду завтракать. Вам хорошего дня? Ну что, завтрак закончился, Евгений проснулся, Евгений сменил образ. Жень, подойдешь, покажешь? Офи есть. Офи, конечно, есть. Нажми на кнопочку. Ну, иди сюда, Жень. Давай фото в интерьере сделай. Вот что значит, не доверяйте людям с улицы. Вы посмотрите, мальчик Апельсин. А нам говорит, ты где-то там? Можешь подальше? А нам говорит, вот так, ну что, кстати. Все равно Апельсин. А нам говорит, ты чикен. Я сейчас ебнул. Я говорю, я не чикен, я фокс. Что, я человек увлекающийся? Это вторая тренировка за сегодняшний день. Но уже более серьезная. Чудо он сидит просто так, а время тебе зря терять. Так что, занимаемся. Я занимался, благополучно. За едой. И выходные наступают. Жаришка. Вот что магазин в Елен-Та. Девушка в зеленом. Далеко идти не надо. Праздник к нам приходит. Я заслужил пиццу. Пусть и карфур, но пицца. Кстати, здесь уже продаются отечественные помидорки. Но единственное, пока в доставке только. Так, ну что. Вот я купаю обычно вот эту лапшу до 15. Креветки по 33. Все умножаем на 25 уже. Он Елен покупает свои яйца. По 4,50. Три яйца. Вот это некое подобие суши. Но это подобие. Только, только подобие. Вот фрукты для безруких. Ананасы. Гранаты. Это все подряд. Вот арбузы. Так, молоко. 3,35. С низким содержанием жира. Про пиццу мы забываем. А молоко мы исключительно с низким содержанием. Так, вот это шняшка, 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 шняшка. Кстати говоря. Можно купить греческий йогурт. Они здесь на выбор. Возьмем греческий йогурт. Берем. С протеином. Берем. Сейчас посмотрим. Ой, капает что-то на меня. Та-да-да-да. Какой-то с цветами. Возьмем лимон пай. Посмотрим. Что ж, как это? Что-то на пробу. Здравствуйте, Евгений. Ну, е-мать, ну естественно. Короче, все покупки обошлись. В 1600. То, что я набрал. Кстати говоря, постоянно все меняется. Как говорится, хочешь насмешить Бог, расскажи ему о своих планах. Так вот. Я уже распланировал, что 10 августа вылетаю. И я рассказывал вам Цюрих, Париж, Брюссель. Сейчас все меняется. Все меняется. Остается только Цюрих точным. Пока не расскажу. Но я думаю, это будет очень интересная поездка. Я еще билет не покупал. Я пока, будучи там маленьк-фриком в этом плане, я считаю, считаю время прилета, время заезда в отель, время выезда в отеле, из отеля, ночной перелет, дневной перелет, что, сколько стоит и так далее. Вот. И все варианты перелетов по Европе. Насколько это возможно, невозможно. Пиздец, допустим, если здесь Emirates предоставляет мне в билете чемодан 30, то европейские перевозчики мне 30 килограмм не дают перевозить. Соответственно, там где-то 22, где-то 25, зависит от перевозчика. И плюс это к стоимости билета. Средняя стоимость билета, вот на сегодняшний день я посмотрел, по-моему, 250 евро. Соответственно, умножаем на 100, это 25 тысяч рублей. Хотя я помню, еще мы в Нью-Йорк летали. Представляете, трансатлантический перелет, ой, транс... Не Атлантика. Да, трансатлантический перелет через почти там Северный полюс где-то. Они были по 19 тысяч рублей. Я в Брюссель летал, помню, по 7 тысяч рублей. Ну, при курсе 50, окей, ладно. Ну, короче, дорожает все. Дорожает, не говоря уж о курсах валют. Вот, короче говоря, это уже третье видео на сегодняшний день. Это для тех, кто говорил, что хотим смотреть все, что происходит. Каждый твой шаг. Смотрите. Мучайтесь. Вот. Вернусь. Вернусь. Вернусь.